Привет, меня зовут Дэн и сегодня я расскажу, как правильно навесить слэклайн, какая должна быть натяжка и на какой высоте его нужно крепить. Поехали! Высота навески слэклайна зависит от его длины. То есть, если мы тянем 5 метров, то мы вешаем где-то на уровне колена. Если мы тянем метров 30, допустим, то уже вешаем на вытянутой руке примерно 2 метра. Если, допустим, мы тянем 40 метров, мы делаем анкерные точки на высоте 5-6 метров. Соответственно, если вы тянете 20 метров, то где-то на уровне глаз анкерные точки у вас должны быть. Итак, сейчас я покажу, как правильно навесить слэклайн. Для этого нам понадобится набор, в который входит сама стропа, защита деревьев и механизм для натяжки. Опору выбираем толстую, крепкую. Не нужно тянуться за тоненькие деревья или тоненькие столбы, потому что даже под нетяжелым человеком нагрузки идут существенные. Можно повредить дерево или себя. Итак, оборачиваем защиту вокруг дерева. Ничего страшного, если она полностью не смыкается, основная нагрузка у нас будет сзади. Берем стропу и конец, на котором петля, оборачиваем вокруг дерева. Затем продеваем слэклайн в эту петлю. Затягиваем, чтобы сидела плотно. Берем защиту деревьев, механизм для натяжения и идем к следующей опоре. Здесь повторяем то же самое. Сначала оборачиваем защиту дерева. Затем берем механизм натяжки. И конец с петлей также оборачиваем вокруг дерева. И просовываем в петлю. Если конец слишком длинный, можно попробовать обернуть стропу вокруг дерева дважды. Вот такой кончик вполне нормально будет. Берем оставшуюся линию. Разматываем ее. И продеваем свободный конец в механизм для натяжки. Здесь есть специальная щель. Просовываем туда сверху. Натягиваем снизу. И протягиваем всю оставшуюся стропу. Протянули. Основная стропа у нас натянулась. Открываем машинку. И начинаем натягивать. Частая ошибка новичков, что они вытягивают стропу очень жестко. Прямо до звона, как струну. Это нужно делать лишь в том случае, если вы занимаетесь триклайном. Это отдельный вид слэклайна, когда стропа используется как батут. На ней прыгают, крутят сальто и другие трюки. Если же вы хотите просто ходить, стропу необходимо натягивать довольно-таки слабо. Чтобы под вами в середине она провисала практически до земли. Там буквально 10-15 сантиметров оставалось. Этого достаточно для комфортного хождения. Еще одна маленькая особенность, о которой мало кто знает, либо ее не соблюдают. Это бэкап. Рэшит довольно увесистый. Если вдруг здесь что-то произойдет, что-то порвется, не знаю, придвижит псих с ножом, то вся эта заряженная конструкция может полететь в вас. Это небезопасно. Чтобы этого не случилось, свободный конец, который остался у вас после натяжения, оборачиваем несколько раз вокруг дерева. И завязываем хотя бы на простейший узел. Это не даст рэшиту полететь в вашу сторону в случае отказа линии. Чтобы снять стропу, необходимо отпустить рэшит. Как это делается? На рукоятке имеется предохранитель. Тянем его пальцами и откидываем в сторону. И раскладываем рэшит полностью. Все, после этого можно брать за стропу и спокойно вытягивать ее. Вот и все, можно сматывать стропу, снимать защиту деревьев и идти домой. Ну, а мы переходим к следующему способу натяжки. Для следующего способа нам понадобится стропа и всего лишь два карабина. Конец с петлей крепим, как в предыдущем методе и переходим непосредственно к натяжке. Отмеряем, сколько у нас будет стропы до дерева примерно. И отбрасываем побольше с запасом, лучше несколько метров. Складываем стропу пополам, чтобы образовалась петелька. И эту петлю обкидываем вокруг дерева. Затем вот в эту петлю мы просовываем нашу сдвоенную стропу и затягиваем. Затем на вот этом конце, который состоит у нас по сути из четыре сложенной линии, мы вяжем так называемый коровый узел. Сейчас покажу, как он вяжется. Просовываем два пальца, разводим их наружу и снимаем стропу. Вот у нас получается такой вот узелочек, в который мы вщелкиваем карабин. Расправляем и затягиваем. Таким образом мы сделали себе станцию в виде петли. Теперь берем основную линию. Прикидываем ее длину и берем с запасом для дальнейшей натяжки. И здесь также вяжем коровий узел. Сложили пополам, просунули пальцы наружу и сняли веревочку. Вот образовался узелок. В него мы также вщелкиваем карабин. И здесь есть нюанс. Нам сейчас важно, чтобы карабины своими замками смотрели в одну сторону. В данном случае они смотрят на меня. Берем свободный конец, выходящий из коровьего узла, и вщелкиваем его в карабин на станции. Обратите внимание, что линия проходит сверху в карабин. Переходим сюда, и здесь мы вщелкиваем его, чтобы он заходил снизу. То есть вот. У нас он здесь вошел сверху, здесь вошел снизу. Пока что не тянем. Снова продеваем в карабин сверху. И заправляем этот конец под нашу стропу. Получается, что стропа за счет давления сама на себя в этом месте, она уже натянута. То есть вот. Она уже никуда не денется. Если нам нужно подтянуть, мы просто тянем за свободный конец, и она натягивается. И тем самым можно вытянуть очень длинные линии, в принципе, до 40 метров. Вот на таком примитиве можно вытянуть. Это не очень хорошо сказывается на стропе, но если у вас комплит из грузовой, ну, ее не так жалко. Поэтому, в принципе, мы чаще всего тянем таким способом. Когда решили, что натянули достаточно, свободный конец необходимо зафиксировать. Это можно сделать просто навязав небольшой узел на одном из карабинов. Сами карабины необходимо замуфтовать, чтобы они не раскрылись случайно и не выщелкнулось. И, как и в предыдущем способе, оставшийся свободный конец мы привязываем к дереву в качестве бэкапа. Чтобы снять такую линию, достаточно отвязать наш узелок и выдернуть линию вбок, чтобы она выскочила, нижняя линия, из-под верхней. И все. Вся наша система снимается. Скручиваем линию и идем домой. А мы переходим к более продвинутому способу навески. Для следующего способа нам понадобится 4 карабина, либо, как у меня, 3 карабина и 1 шакл. Шакл 12-миллиметровый. Можно купить в Леруа, но он годится только для натяжки коротких линий, так как по нагрузкам он довольно слабо выдерживает. Также нам понадобятся 2 петли. Можно, как у меня, альпинистские петли на 22 кН. Либо можно сшить себе петли из грузовой стропы. Итак, переходим непосредственно к навеске. Берем петлю и оборачиваем ее вокруг дерева. Не забываем про защиту. Берем шакл, вставляем и цепляем сюда петлю от стропы. Вот наша прошитая петля. Заводим ее в шакл и закручиваем. Все, станция наша готова. Переходим к другой опоре. На этой опоре поступаем точно так же. Берем петлю. Оборачиваем ее вокруг дерева. Но в данном случае стыкаем сюда 2 карабина. И следим за тем, чтобы они с замками смотрели в одну сторону. Это будет важно в последующей натяжке. Оставляем пока станцию и займемся стропой. Опять же, отмеряем примерно длину и оставляем запас на натяжку. Здесь мы можем, как в прошлом видео, завязать коровый узел, а можем сделать небольшой лайн-лок при помощи звена от цепи. Складываем стропу пополам. Обратите внимание, что складываем мы ее не так, а как бы набрасывая наверх. Затем просовываем сложенную линию в звено от цепи. Оборачиваем и просовываем ее еще раз. И в образовавшуюся петлю щелкиваем карабин. Опять же, смотрим, чтобы замок был с той же стороны, что и на станции. И затягиваем. Получается вот такой вот замок. После того, как мы завязали наш лок, берем свободный конец стропы и заводим ее в верхний карабин сверху. Это обязательное условие. То есть, идет стропа, заходит в верхний карабин сверху. В этот карабин она заходит так же сверху. А вот в нижний карабин мы заводим ее снизу. Возвращаемся сюда и заводим ее снова сверху. И, как в предыдущем способе, подсовываем под стропу. Можно повторить эту итерацию еще раз. С нижним заводим вниз и подсовываем под стропу. Чем больше таких витков, тем мощнее у нас получится система натяжки. Ну, обычно достаточно одного раза либо второго. В эту сторону, допустим, иногда удобнее тянуть, чем в сторону опоры. После того, как мы натянули, стропа держится под силой трения в этих местах. Свободный конец, как и в предыдущем способе, мы завязываем на узел на карабине. и не забываем оставшимся куском стропы мы делаем бэкап. Вот и все, можно ходить. Чтобы снять такую натяжку, в принципе, как и в предыдущем способе, нам нужно просто выдернуть линию из-под линии, в принципе. Оп! Выдернули, выщелкнули из карабина и здесь то же самое. Выдернули, выщелкнули и, в принципе, ее можно уже распускать, она свободно падает. Выщелкиваем из карабинов и собираем. Чаще всего мы тянем именно этим способом через петли. Почему мы это делаем? Потому что в данном случае, когда стропа шатается, петли немножко нивелируют ее качение и в целом стропа ощущается мягче и приятнее для хождения, чем когда она плотно привязана к опоре. Есть еще один способ похожий на тяжки. Все то же самое. То есть у нас станция с карабином и линия с карабином либо на коровий узел, либо вот как мы делали с звеном цепи. Но здесь нам понадобится еще одна штука, а именно небольшой кусочек стропы отдельный, на котором есть на конце петелечка. Продеваем петельку в любой из карабинов, потом продеваем следующий на станции, чуть-чуть подтягиваем и начинаем наматывать просто вокруг, потихонечку подтягивая. чем больше витков, тем ваше усилие будет больше умножаться и можно очень сильно натянуть линию, либо если это какая-то длинная линия. Когда закончили натяжку, допустим, я считаю, что мне достаточно, просто оборачиваем, грубо говоря, вяжем какой-нибудь здесь узелок. Допустим, вот так. И просовываем просто саму по себя стропу. То есть здесь сильного код узла делать не надо, потому что все держится, опять же, за счет трения. Все. Чтобы снять такую навеску, элементарно развязываем узел и просто мягонько спускаем линию, убираем витки. И все, готово. А сейчас рассмотрим специальное устройство для натяжки стропы, которое используется в хайлайне. Это называется В-блок, либо лайнлок. Его устройство довольно простое. Железная штучка с барабаном и пином. Чтобы натянуть стропу, нам нужно сложить ее пополам, обернуть вокруг барабана. То есть вот так. И вот эту петлю продеть в пин. Все. Стропа уже висит под собственным натяжением. Никуда она не денется. Чтобы ее натянуть, верхний конец ослабляем, нижний вытягиваем. На коротких линиях достаточно усилия руки, чтобы это сделать. Если линия длинная, руками ее уже вытянуть не получится. И для этого нам нужно еще одно небольшое приспособление. Такая штучка. Она называется стропохват. У нее две резиновые части. Они схватывают стропу и за счет натяжения веревки они ее держат. Цепляем стропохват. Карабин в него. Все. Вот так он работает. Остается продеть стропу в карабин и начать натягивать. За счет этого стропа здесь ослабляется, проходит и тем самым натягивается. Когда натянули, сняли, убрали. Но у этого есть небольшой нюанс. Что когда стропа вот так вот сильно натянута и вы захотите снять, вы не вытащите пин отсюда. Он под нагрузкой. Для этого существует вот такая вот штука, специально намотанная стропа, как в предыдущем способе. И она служит как раз для того, чтобы мягко спустить стропу. Мы просто начинаем снимать витки. Стропа ослабляется и теперь мы можем спокойно вынуть пин и снять стропу. Вот и все. Ну, потом это обратно вручную все наматывается, закрепляется до следующего использования. Лайнлок можно купить в специальном магазине для хайлайна. Данный был приобретен в Союз Свэклайн, питерская фирма. Ссылочка на магазин будет внизу в описании. А мы переходим к следующему способу. И его особенность в том, что он полностью имитирует лайнлок, но за 100 рублей. Для данного способа нам понадобится шакл из магазина строительного, как я уже показывал раньше, кусочек металлической трубки и все. Итак, продеваем шакл в станцию, но пин не вставляем. Берем стропу, заводим ее в шакл и закрываем. теперь складываем стропу пополам и просовываем ее сверху в наш шакл. Получится вот такая вот петля, в которую мы вставляем нашу трубку и все, линия навешана. чтобы подтянуть абсолютно тот же способ вверх ослабляем, вниз тянем. Можно регулировать. Такая конструкция не подходит для натяжки каких-то крупных линий с большими нагрузками. Идеально в принципе хорошо в парке вот такие слабые линии натягивать, rodeo отлично на ней вешать, потому что всегда можно подрегулировать длину, если что. Ни в коем случае нельзя на такой конструкции ходить хайлайны или какие-то длинные линии, потому что это очень-очень ненадежно. Но повторюсь, для таких вот линий в парке отличная штука, мы постоянно тянем, ходим короткие линии метров двадцать, прям идеально. Еще один нюанс, ни в коем случае не натягивайте так, чтобы линия была максимально вытянута, потому что как и в случае с лайнлоком, потом вы вот эту штуку не разберете, вам только придется либо резать линию, поэтому если хотите сильно что-то натягивать, то из кусочка стропы еще одного карабина делаем софт-релиз, как на настоящем лайнлоке, чтобы потом можно было спустить стропу. Советую попробовать все способы натяжки, выбрать для себя лучший и главное это ходить. А как ходить мы расскажем в следующем видео. Подписывайся, ставь лайк, чтобы не пропустить. С вами был Дэн, пока! Субтитры сделал DimaTorzok